Как там говорится в мемасах? Берримор! Кто там воет на болотах? Это Петербурж, ЦСР. Прекрасный ноябрьский день. Мы очутились на Сестрорецком болоте. И, надо сказать, хоть это и просто болото, казалось бы, но у этого места есть своя совершенно замечательная история. Место древнее. Сейчас это одна из таких известнейших и, наверное, наиболее комфортных экотроплен области, где можно с удовольствием гулять. Маршрут не очень долгий, всего километра, наверное, три. Идет он сначала по той части, по Сосновому бору, и выходит непосредственно вот на болото, где мы сейчас и находимся. Да, на протяжении всего маршрута здесь сделан комфортный настил, за исключением участков, где сосновый бор. Там он, в общем-то, в многих местах и не нужен. Но в остальных, где есть повышенная влажность, там, собственно, сделана тропинка, на которой вы не заблудитесь. И если сравнивать с другими экотропами, которые в пригородах расположены, это, пожалуй, один из самых несложных, приятных прогулочных маршрутов. Но надо сказать, что если вы хотите побыть здесь в одиночестве, то лучше, конечно, приезжать сюда в... Ну, можно и ночью, да. Это вообще идеальная ситуация. В будни, с утра. Потому что вот сегодня хоть и морозный день, и ноябрь, суббота, и народу здесь на тропе довольно-таки много. Ну, относительно, конечно, но немало. Здесь нельзя ничего, кроме как ходить, потому что место имеет определенный статус. Это заказник, важный объект регионального значения. Здесь нельзя, понятное дело, там, мусорить, разводить костры, ездить на велосипедах. И, в принципе, громко кричать здесь тоже не рекомендуется, потому что, особенно в теплое время года, здесь масса разных жителей. Представителей флоры и фауны, которых, ну, желательно не тревожить. Не говори, кошмар. Не тревожьте. Ну, а кто интересуется более глубинно природой, опять-таки, флорой и фауной, по всему маршруту, время от времени здесь встречаются такие стенды, на которых можно прочитать самую полезную и ценную информацию. Какие типы болот есть, например, их основных три. Какие здесь есть растения, какие животные. Кстати, растения здесь даже есть хищные, которые насекомых едят. Вот. А из животных есть краснокнижные. Например, болотная гадюка. Ну, если вы вдруг сюда приедете и встретите тут эту болотную гадюку, с ней нужно вежливо поздороваться и пройти мимо. Она точно так же боится вас, как и вы ее. Я думаю, что в городе можно встретить гораздо более ядовитых гадюк, чем здесь на болоте. Ну и, собственно говоря, древняя территория. Несколько тысяч лет назад на территории и современного Санкт-Петербурга, и всех его пригородов, в Ленобласти было Литариновое море. Потом оно сошло, и вот с тех пор, как места эти очистились от морской воды, здесь стали селиться разные племена. В основном это были финно-угорские племена Водь и Ижора. Ну и не только они. И здесь до сих пор находят остатки стоянок древних людей. Третье, второе тысячелетие до нашей эры – это ямочно-гребенчатая керамика. В общем, давно это было. Но уже вот к первому тысячелетию нашей эры, соответственно, к его концу, государство Древний Новгород существует, и данная территория находится под влиянием Древнего Новгорода, но, с другой стороны, шведы. И, в общем-то, эта территория, она и сейчас, и во все времена была пограничной. Но, как с любой пограничной территорией, происходит у нас постоянное «нет, это моё», «нет, моё», «нет, моё», «нет, моё» и так далее. И вот в начале XIV века, наконец-то, был подписан между Древним Новгородом и Швецией мирный договор Ореховецкий, по которому эта территория переходила Новгороду. Даже сохранилось описание этой древней границы, ну, относительно древней, это, конечно, уже не совсем прям древность, это говорю, но тоже было не вчера. «От сестрея мох», «сестрея» в смысле река-сестра, «середи мха гора», «от то ли сая река», кстати, «сая» тоже существует, это река Волчья предвоксы, «от сая солнечный камень», «от солнечного камня на чёрную щель» и так далее, и так далее. Очень сложно читаем этот текст, но смысл в том, что по мху поделили. Вот, кстати, яркий пример того, как можно оккультуриться по маршруту. Такие вот располагаются плакаты, на которых, соответственно, информация вот конкретно про это древнее Элитариновое море здесь и написано, что это реально территория морская была. Кстати, вот там на горизонте мы видим наш лахтоцентр. Гоупроха так себе передаёт такие мелкие детали, но если вот в реальности посмотреть, ну какова красота же. Ценность этого места, этого болота заключается в том, что оно сохранило по большей части свою первозданную природу. Оно никогда не осушалось. Ну, 30 верст от Петербурга здесь строить, вот конкретно на этом месте особо не имело смысла ничего, и, в общем-то, болото и не трогали. И торф здесь никогда не добывался, по крайней мере, в каких-то промышленных масштабах, хотя в XIX веке он был необходим для промышленных целей, для отопления. Поэтому можно сказать, что как много сотен лет назад здесь было это болото, так оно сегодня и здесь существует, по большей части вот в таком своём первозданном виде. По его территории протекают две реки. Река Сестра и река Чёрная. Надо сказать, что всё-таки в экосистему болота вмешались. Очень грубо и нагло. И сделал это, как обычно, тот, кто вмешивался грубо и нагло во многие дела. Пётр I, естественно. В 1721 году здесь неподалёку начали строить Сестрорецкий оружейный завод. И для того, чтобы механизмы машины завода работали, построили плотину немного ниже впадения Сестры в чёрную. Ну и всё. И в результате этого часть болота была затоплена, и образовалось озеро, которое все мы знаем под названием Сестрорецкий разлив. Оно видоизменялось тоже за это время. Вот с момента своего создания то повышался уровень, оно разливалось, то за счёт переделки этой плотины оно немножко уменьшалось и понижался уровень воды. Но, тем не менее, вот то место, где разлив сейчас, это тоже когда-то была часть этого болота. Места всё-таки по большей части здесь были пустынные на протяжении долгого периода времени, вот пока там строился Петербург, формировался. Естественно, не было здесь совсем уж безлюдно, как, опять же, мои любимые мемасы, когда Пётр I приходит на болото и говорит, класс, буду строить здесь город. Ну, конечно, такого не было. Здесь были поселения, территория, хоть она была приграничная, вот постоянно, здесь происходили какие-то миграции населения, то больше православного населения проживало, русскоязычного, то меньше, то ингерманландские финны, лютеране занимали в основном продолжительное время эти территории. Изменилось значение этих мест, когда построили в 1870-х, строили железную дорогу Санкт-Петербург-Выборг, как раз, которая проходила здесь. И вот с тех пор активно здесь начинается дачное строительство, люди сюда приехали на дачи и у местного населения появилась мотивация работать по обслуживанию дачников и продавать им всякое, оказывать услуги. Вот. Что еще очень интересно? Именно здесь, на этом болоте, в северной его части, добывают гитивы, глины, которые используют в медицинских целях в Сестровецком курорте. По поводу курорта это отдельная история. Дело в том, что когда его построили, построили тоже, это было связано непосредственно с железной дорогой, мотивация людям более активно использовать железную дорогу, соответственно, развивать логистику, платить за билетики, построили курорт, построили там курс-зал развлекательный. И поначалу люди приезжали туда лечиться, но местным грязям и местным водам минеральным не доверяли. Поэтому парадокс заключался в том, что хоть курорт и открыли, там использовали вот это вот иностранное сырье, короче, привозили глины и воды из-за бугра. Ну, бредово. Все поменяла всемирная выставка бальнеологическая в бельгийском городе Спа. История этого маленького городка связана с тем, что еще древние римляне не нашли. Там источники минеральных вод. Отсюда спа-салон, спа-процедуры вот как раз от названия этого города. Так вот, проходила там эта выставка всемирная и Сестралицкому курорту с его инновационными процедурами, современным оборудованием на тот момент и вот этими глиными грязями и водой соответственно дали гран-при и после этого люди поняли, что, о, а местное сырье неплохое для лечебных целей и в общем-то с тех пор в курорте используют местное. Но в 1917 году Великое княжество финляндское, которое соответственно входило в состав Российской империи, получило независимость и здесь вот неподалеку реки Сестры прошла тоже опять-таки государственная граница. И вот до 1940 года просуществовала эта граница с Финляндией здесь и постепенно происходили депортации финского населения отсюда. Здесь вблизи болота были две деревни, которых сейчас не существует. Ну, казалось бы, что такого многие населенные пункты, особенно небольшие, со временем исчезают с карт и с лица земли, образуются, возможно, какие-то другие виды, изменяются и так далее. Но, тем не менее, Волгасарь и Редуголь. И если первое это сейчас часть территории современного Белоострова, то есть просто населенный пункт, скажем так, исторически преобразовался, то вот этой вот деревни Редуголь ее не существует в принципе, потому что она была небольшая деревенька и за срок своего существования эти территории от одного хозяина, так сказать, переходили к другому. Домов там было не очень много, но, тем не менее, даже сохранилось некоторое описание, кому она принадлежала. Редуголь, селение в 30 дворов со 120 жителями обоего пола находится в 30 верстах от столицы, в одной версте от финляндской железной дороги по реке Сестре. Местность, окружающее селение, низменное, болотистое, болото кругом деревни, открытая, почва глинистая, жители пользуются водой колодезную, она прозрачная, без запаха и вкусная. Самое селение расположено в Ложбине, насажение выше воды в реке, дома рассеяны группами, отделены полями и так далее, одноэтажные, курных, изм немного, оселение вообще бедное. В трех верстах находится Сестрорецкий оружейный завод. Жители главным образом занимаются земледелием и молочным хозяйством. Дачный промысел вовсе не развит, так как дач нет, но то есть это было еще до развития железной дороги и до того самого дачного строительства. А в чехонских полуразвалившихся лачугах не совсем-то приятно поселиться на лето, особенно если принять во внимание грязно содержимое и дворы, где приготовляются удобрения для полей. Вот чем занимались местные жители. Так вот, население как раз этой деревни, оно было в основном финны, лютерани. И в 20-е годы, 20-го, соответственно, века начались отсюда выселения и депортации. И за несколько лет этой деревни не стало. Теперь на территории, где когда-то находилась эта деревня, здесь неподалеку расположено садоводство. Но и отдельно стоит сказать, что с 30-х стали здесь возводиться укрепления, которые входили в систему Карельского укрепрайона. Деревья вырубались, причем массово, и строили доты. Один из них, здесь довольно много, кстати, их сохранилось. В данной местности один из них, Дот Слон, очень хорошо сохранился. И в 2009 году группа энтузиастов основала на его базе музей под открытым небом Сестрорецкий рубеж. Кстати, если будете в этих местах, очень рекомендую посетить не только тем, кто там интересуется военной темой или чем-то таким, а вообще, в принципе, интересно посмотреть, потому что это не реконструкция как таковая, то есть невоссозданная с нуля в наше время. Это действительно укрепления, которые сохранились со времен Второй мировой войны. Но еще отдельно хотела вам сказать, что в Ленинградской области можно найти более 30 экотроп при желании выбирая не хочу ездить гулять на любую. Можете зайти просто сразу в Яндекс.Карты, написать там экотропы, они все отмечены на карте, и прекрасно найти любую из них и проложить сразу маршрут, как ехать, как добираться. Еще одна очень классная, комфортная такая тропа, длинная, это Комаровский берег. Расположена она в поселке Комарова. Там она начинается, достаточно длинный маршрут и выходит прямо еще к песчаному берегу. Там больше лесистой местности, там можно найти и прудики небольшие, и мостики, и беседки, чтобы посидеть, и огромные муравейники. Половину человеческого роста среднего, а то и выше. Лендуловская роща очень в последние годы такой популярный маршрут, особенно почему-то я обратила внимание в зимнее время, эти заснеженные лиственницы. Дело в том, что это лиственная роща, и она была искусственно посажена. Еще при Петре Первом он приказал сажать эти деревья для нужд флота. Вот считается в Европе в своем роде такой самый старейший, сохранившийся. Ну, понятно, что зимой эти заснеженные лиственницы божественно выглядят. Там пять километров красоты. Западный Котлин, это нужно ехать в Кронштадт, там есть небольшая экотропа, тоже это заказник. Ну, и даже на пути следования по этому маршруту можно встретить старинный форт Шанс. Замечательная экотропа под названием трудновыговариваемым гряда Вяремянселька. Вот такое вот название только набирает свою туристическую популярность. Надо сказать, что на протяжении маршрута там много и вышек, и беседок, и смотровых площадок, и есть горная река. В общем, есть что посмотреть. Несколько эко-маршрутов можно найти в Сосновом Бару, например. Самое высокое место в пригородах Дудерговские высоты. Там тоже есть что посмотреть. Место высокое, поэтому есть там смотровые площадки с очень красивыми видами, ну, и тоже с информацией по маршруту. У поселка Сиверский есть Оридежская тропа, потому что она проходит мимо реки Оридеж, соответственно. и так далее, и тому подобное. Можно долго еще перечислять. Ну что, как считаете, можно ли здесь встретить собаку Баскервилей? Или нет? Или какую-нибудь другую живность? Но не в это время года, хотя рекомендую приезжать сюда всегда. Ну что ж, с вами была Ира, гид в шляпе. На сегодня у меня все. Будет еще много интересных историй. Всем спасибо, всем пока! Пока!